Всем привет! Продолжаем смотреть картины интересных художников. Сегодня хочу вас познакомить с Феликсом Валатаном. Швейцарский художник, гравер, вел отношение к группе Наби, сыграл важную роль в возрождении искусства, ксевографии. Известен серией портретов писателей и политиков 19 века. Данные я беру из Википедии Людмилы Лебедевой, отпечатанные в арт-хиве. Такой сайт художник. Валатан создал сотни картин, гравюр. Был необычайно работоспособным. Он владел совершенно разными стилями. Поэтому искусствоведам его творчество трудно отнести к какому-либо течению. Среди его работ можно найти произведения, которые легко классифицированы как реализм, символизм, импрессионизм, постимпрессионизм и даже ипонизм. Родился он в Лазане. Отец был нотариусом, мать дочери пекаря. Первое свое образование он получил в местной гимназии. И несмотря, что его семья была достаточно далека от искусства, отец, заметив творческие способности сына, отправил его в Париж. В частной академии Жульена он обучался под руководством Жуля, Жозефа Лефраа и Гюстова Буланже, художники, которые были последователи реализма. В первое время юноша учился изготавливать гипсовые скульптуры, посещал Лувр, копировал работы старых мастеров. Они сформировали вкус Валтона. Гальдбейн, Дюрер, Энгер стали его художественными идеалами. Валтону нравилось творчество Курбе. После выставки Мане в Париже он увлекся импрессионизмом. Ранняя живопись Валтона – это стремление к традиционной реалистичной живописи, как написано в Википедии. Первая его работа – это автопортрет, где он подражает Дюреру и Гальдбейну. В 1886 году получил премию в салоне французских художников. Освоил афорт, с помощью этой техники копировал картины старых мастеров. Женевский музей заказал ему серию копий испанских художников, в том числе и Веласкеса. Со своей кузиной он отправляется в путешествие по Австрии и Италии. Но, к сожалению, брат с сестрой были вынуждены вернуться, потому что единственным заработком для этого путешествия были рисунки художника, но доход был очень маленький. Он тоже возвращается, занимается акварелью, афортами, но настоящую известность ему принесет ксилография – это гравюра на дереве. И его талант – делать уплощенный черно-белый образ максимально выразительным. Работа с обнаженной натурой, которая стала одна из важных в творчестве. Позелла ему Хелена Шатено – модель и возлюбленная, с которой он жил несколько лет. У него вырубился свой определенный стиль – лаконичный, часто резкий переход от черного к белому. Критик Октав Юзан назвал его родоначальником возрожденной ксилографии. Помимо импрессионизма и постимпрессионизма, на Валтона произвело впечатление и отразилось его искусство японской гравюра. Впервые с ней он познакомился на выставке в школе изящных искусств в 1890 году. Он, конечно, был не единственным поклонником этого вида творчества, и панизмом увлекались многие. Это было модным. У него была коллекция таких работ. Увлекала его политика, его политические взгляды нашли отражение ксилографии, его героями стали демонстранты, уличные толпы, он создал несколько сцен с полицейскими, атакующими анархистов. Заказчиками выступали и политические журналы Берлина, Мюнхена, Парижа. С 1892 года он стал участником группы «Наби», где его ласково прозвали «Наби-иностранец». Дружил с авангардистами, писал жанровые сцены, портреты и нюм. Коснулся немножко и театральной жизни, создав обложку для театральных пьес шведского драматурга Августа Тринберга. Работал иллюстратором нескольких книг. Его гравюры, благодаря самому методу, были широко распространены в периодических изданиях и книгах Европы и Соединенных Штатов. Они оказали влияние на графическое искусство Эдварда Мунка, обры Бёрцле Эрнста Людвига Кирхнера. В 1899 году расстался со своей возлюбленной Элен Шатено и женился на Габриэль Родригес Энрикес, дочери ордиллера Александра Пернхайма, богатой молодой вдове с тремя детьми. Код спустя он наконец получил французское гражданство, брак оказался удачным шагом для Валтона. У него появились новые возможности, благодаря регулярным выставкам, проходившим в галерее его тесте. Валтон предпочитал всем сюжетам портреты, обнаженные натуры, интимные и спокойные образы. Это домашние сцены, купающие женщины, портретные головы. Он писал не только кистью, создавая картины, но и стальным пером, отдаваясь литературе. Как я уже говорил, в 1895-1901 годах исполнил для парижских журналов «Плюм» и «Ревью Бланш» серию гравировальных портретов писателей и политических деятелей XIX века. От Герцена, Бакунина, Толстого до Кладеля, Эрхарна и Шфоба. Многие из них вошли в качестве иллюстрации в сборник литературных портретов Ремиди Гумона «Книга Масок» издательства 1898 года. Уэлтон скончался от рака в возрасте 60 лет. Последние годы он продолжал работать до последнего дня своей жизни. И это не привлечение. В день, когда его везли на операцию, после которой он не выжил, на мольберте так и осталось стоять недописанное полотно. Уэлтон удивительно плодовит художник. Его работы были тиражируемыми. Благодаря фавориту среди техник гравюри он обладал особой продуктивностью. В дневнике, который он вел с юности, отмечено, что всего им было создано 1602 картины и 237 гравюр. Но это не считая статей, романов и пьес. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел рассказать о интересном художнике, посмотреть его работы Феликси Валтоне, швейцарском художнике и графике. Вот и все, что я хотел рассказать о Феликсе Валтоне, швейцарском художнике и графике. Возможно, я не совсем правильно произношу его фамилию, не так вставлю ударение. Наверное, это и не главная часть, как говорится, самолета. Смотрите его работы. Все, всем пока, всем привет, до свидания.